Здравствуйте! В эфире Хабар 24. Хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Алия Мохамбет. Сегодня выпуски. Водитель и шестеро его пассажиров погибли в страшной аварии в Аксюбинской области. В Костанайской области накрыли подпольный цех по производству алкоголя. Полки лось синтетики изъяли у девушки-закладчицы в Усть-Каменогорске. Несколько жителей области Абай попались на незаконном хранении оружия и боеприпасов. Жизни семи человек унесла массовая авария в Аксюбинской области. Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Актубе-Астрахань в районе поселка Елек Муголжарского района, где водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал со второстепенной дороги на главную и врезался в Ладо-Ларгус. От столкновения Ладо под управлением 40-летнего водителя выехала навстречу и столкнулась с кроссовером Киа Соренто. В результате аварии водитель Ладо и шесть пассажиров погибли на месте происшествия. Четыре пассажира Киа получили травмы. Подпольный цех по производству алкоголя накрыли в Костанайской области. Спиртные напитки изготавливали кустарным способом, чтобы потом продавать в местных магазинах. В ходе спецоперации полицейские обнаружили две газели, в которые были загружены ящики с опасной алкогольной продукцией. К счастью, их не успели развести по торговым точкам. Сам цех был организован на дому, где стражи порядка нашли 400 литров спирта и более 2500 пустых бутылок, предназначенных для разлива алкоголя. Кроме того, предприимчивые дельцы заготовили более 5000 крышек, 3 спинометра, емкость с разбавленным спиртом, мерную колбу и другое оборудование. Все вещдоки изъяты. В управлении по грабе с организованной преступностью полученной информацией были задержаны две автомашины, в которые были обнаружены изъяты 150 ящиков или 3000 бутылок без учетной контрольной марки. Важно знать, чрезмерное употребление алкоголя является причиной подавляющего большинства совершенных преступлений или же с условием, способствующих их совершению. На почве пьянства происходит значительная часть опасных преступлений в сфере быта, убийств, изнасилований, тяжких телесных повреждений. Распитие спиртных напитков опасно как для здоровья, так и для общества. Не злоупотребляйте алкоголем. Все свое ношу с собой. Наркозакладчица задержана в одной из гостин из Усть-Каменогорска. В ее рюкзаке полицейские нашли полкило синтетики. Девушка работала на интернет-магазин по продаже наркотиков. В ее обязанности входила фасовка вещества и дальнейшее распространение по городу. Обмотанный скотчем сверток был наполнен порошком и гранулами, которые девушка-кладмен должна была разложить по пакетикам и затем спрятать в городских тайниках. Экспертиза показала, что изъятое является психотропным веществом. В области Абай сразу несколько жителей попались на незаконном хранении оружия и боеприпасов. Только в одном бескаргайском районе выявлено два таких факта. Так, у 40-летнего жителя села Бегень обнаружено нарезное оружие с десяток патронов и два ножа. Поясните, имеется ли в данном доме, прилегающей территории и хозяйственных постройках, какие-либо запрещенные предметы? Огнестрельное охотничье ружье и патроны изъяты также у 35-летнего жителя региона, на которого удалось выйти в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер». При этом 9 из 16 патронов изготовлены самодельным способом и пригодны для производства выстрелов. Как показала проверка, оба владельца оружия в органах внутренних дел его не зарегистрировали. Сотрудниками управления криминальной полицией в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Бескарагайском районе выявлены факты хранения законного оружия. По данному факту, в отношении двух жителей Бескарагайского района начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Какими только хардскилами не обладают некоторые казахстанцы. Могут, сидя дома, и водку в промышленных масштабах изготавливать, и патроны для ружья. На все руки мастера. Эту бы находчивость да в мирное русло. Впрочем, достаточно, чтобы самодельный алкоголь и самодельное оружие никогда не пересекались в руках одного человека. Впрочем, как и не самодельные. На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар-24. Субтитры подогнал «Симон»!